Дачная амнистия действует в России 15 лет. За это время по упрощённой процедуре подмосковные садоводы зарегистрировали более 650 тысяч объектов недвижимости, подсчитали в областном миномуществе. А всего в регионе насчитывается 12,5 миллиона индивидуальных жилых построек. В последние годы в Подмосковье отмечается бум загородного строительства, что в конечном итоге, по мнению специалистов, приведёт к ужесточению строительных нормативов. Теме дачной амнистии был посвящён заключительный в этом сезоне 11-й выездной семинар комитета по имуществу Мособлдумы, который состоялся в Загорянском товариществе «Северный посёлок». С 1936 года дачники с любовью обживают живописное место, а участок общего пользования и дороги поставить на кадастровый учёт не могут. Когда у нас появляется проблема, человек выдвигает забор на низкий ветром, мы приходим к нему с комиссией и говорим, дорогой, забор обратно, он говорит, где ваш кадастровый план, где эта граница? В Министерстве имущественных отношений области проблема с оформлением земель общего пользования в СНТ называют системными, требующими доработки на законодательном уровне. Мы приходим к такому мнению, что, конечно, нужно обязательно разрабатывать уже стандарты постоянного проживания в населённых фунтах, как в ИЖС, с формированием закрытых территорий, так и на территориях СНТ, которые точно так же уже приспособлены для постоянного проживания, и жители имеют право регистрировать дома, индивидуальные жилые дома для постоянного проживания, и по факту они существуют. Комитет по имущественным отношениям и землепользования Мособлдумы, в котором работает депутат Владимир Шапкин, выдвигает законодательные инициативы в отношении садоводов. А ряд таких предложений депутат слышит на собраниях в СНТ от самих дачников. Совместно с Минимуществом у нас, когда была принята новая редакция 217-го закона, 19 наших предложений вошло в данный законопроект. Сейчас мы снова собираем вот те предложения, которые вот на таких мероприятиях, скорее всего, и быстрее всего рождаются, для того, чтобы нести дальше изменения 217-й федеральный закон, для того, чтобы люди на сегодня смогли оформить свою собственность. Сложности с регистрацией объектов недвижимости возникают у товариществ, расположенных вблизи крупных инженерных объектов, федеральных дорог, аэропортов, газопроводов. Специалисты говорят, с ужесточением газостроительных норм отказов в оформлении будет больше. Это еще один довод в пользу того, чтобы зарегистрировать садовые постройки сегодня. Не нужно ждать, когда появятся какие-то сложности, нужно это сделать незамедлительно. У кого дом построен, у кого он есть, воспользоваться этим правом и в упрощенной форме еще разорегистрировать. В дальнейшем могут быть сложности, и до этого не надо доводить. И мы сегодня вот в рамках нашего мероприятия как раз об этом говорили. Если собственник решит, что его имущество имеет завышенную кадастровую стоимость, ее можно пересчитать в областном центре кадастровой оценки. Так, в оперативном режиме его специалисты внесли в базу Росреестра порядка 6 тысяч исправлений. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...